Всем привет! С вами Рыбацкая Хата. Это небольшое видео будет о Юрии Александровиче, жителе города Бреста, хорошем человеке, рыбаке с огромнейшим, скажем так, стажем и его самоделках, конкретно вертушках, которыми давно и успешно я пользуюсь. Юрию Александровичу 81 год. Сколько десятков лет он занимается этим делом, даже и не могу вам сказать. Многим рыбакам о нем известно и пользуются его услугами. Представляю вам часть его работ. Казалось бы, ничего необычного. Давайте подробнее расскажу о плюсах вертушек от Юрия Александровича. Во-первых, все вертушки у него проходят, скажем так, ОТК. Все он проверяет. Был я у него дома. Целая система у него там есть, где они проверяются, и все они рабочие. Во-вторых, то, что они дешевле магазинных, это понятно. Можно, конечно, например, набрать там за копейки на Алиэкспрессе какие-то подобные вещи. Насколько надежны, насколько они будут рабочие, какой процент, это код в мешке. Здесь я напомню еще, что каждая вертушка тщательно проверяется, и все они рабочие. Ну и в-третьих, вот эта передняя огрузка. Очень интересное решение. И вот у меня есть такой наборчик. Видите, разные грузики, разный вес, и все это во время рыбалки быстро меняется. Позволяет любую вертушку с любым лепестком, скажем так, запустить на любой уровень воды. Пустите или над травой, над поверхностью, там вплоть до 50 сантиметров, или же заглубить на какую-то глубину и пустить ее по дну. Соответственно, и изменять скорость проводки, что тоже немаловажно. Все рыбаки об этом знают. Когда-то надо и очень медленная проводка над поверхностью или в глубине, или же ускорять. Вот такая вот передняя огрузка, изменение веса, позволяет изменять скорость проводки на различных уровнях заглубления. Говорить о каких-то минусах, не знаю, есть ли смысл. Ну, пожалуй, скажу, что некоторые, например, вот этот вот кембрик, кого-то не устраивает, кто-то меняет его на люрекс, но это уже индивидуально, скажем так. Вот. А второе, наверное, уход, как и всех вертушек, надо немножко продувать вот этот вот кембрик, подсушивать их, чтобы они ржавели. Ну, и как обычные вертушки, смотреть за их состоянием. Вот, в принципе, и все. Все эти вещи обловлены. Окунь, в основном, конечно же, щука. Юрию Александровичу, напомню, 81 год. Сейчас возраст, конечно, не позволяет ему заниматься спиннинговыми рыбалками. Ну, тем не менее, он ездит на карповую рыбалку, фидером занимается, а также он еще и занимается ремонтом, обслуживанием катушек. Тоже народ доволен. Ну, и хочу напоследок пожелать Юрию Александровичу долгих лет жизни, успехов в его творчестве и здоровья, самое главное, здоровья. Все, всем спасибо, счастливо, трофеев, удачи на рыбалках. Субтитры создавал DimaTorzok